Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис. Конечно же, сегодня мы начинаем новую рубрику. Репортаж с известным лицом сегодня с нами Костя, ник его Верри. Фин, правильно говорю? Верри Фуинг, вообще правильно читаешь? Да, 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 у него есть стрим-канал, у него есть ютуб-канал, это все будет в описании, ссылки я также добавлю. Привет, да, еще раз. Ну и начнем с таких самых простеньких вопросов. Расскажи, откуда ты, сколько лет? Я из такого города, в Сибири такой замечательный город, из Кемерово. Мне 30 лет. Что еще? Все ответил? Ну да, я думаю, по порядку буду спрашивать. Ну давай перейдем немножко к игре. Сейчас ощелкнул твоих монстров, думаю, людям тоже будет интересно посмотреть параллельно. Ну и такой банальный, наверное, вопрос. Как ты вообще узнал про эту игру? Я, в будущем, точнее даже это уже не будущее, это уже в прошлом было, я сидел на работе, скучно мне было, что-то там, телефон у меня не было такого, в общем, еще этого, сенсорного. Ну, до этого пользовался ими, конечно, но у меня был кнопочный, там с друзьями познакомился, новых себе приобрел. И смотрю, товарищ один ходит, постоянно в какую-то игру играет. Я не спрашиваю, что за игра? Он такой, да вот, какого-то скачал, сижу, время убиваю на работе. Я такой думаю, блин, я ради, кстати, этой игрушки и телефон туда купил на свой день рождения, купил себе, вот, и начал играть в эту игру. Это вот было 29 октября, как сейчас вспомню. Ну, я и так это переключился в линейку раньше играл, переключился на эту игру, чтобы это время убивать, чтобы совсем это, как говорится, с ума не сойти, что-нибудь что-нибудь поделать. Ну, и вот играл потихонечку, так заходил, там, зашел на Азию, изначально на Азии зарегистрировался. Вот на Азии поиграл какие-то там два месяца, может быть, может чуть больше, не знаю, точно не помню уже. И перешел на глобал. Ну, пока еще ничего не врубился в эту игру, и думаю, дай пока это на глобал перейду. Ну, и вот так вот и начал играть на глобале. Потихонечку играл, играл, играл теми знаниями на данный момент, которые я уже знал. То есть не читал про эту игру, ничего. Ну, и так понравилось, затянулось. И то, что мне понравилось здесь, вместо шмота вот этого вот, руны сделали. Мне это так понравилось вообще на самом деле. Да, согласят. Руны это вообще так удобно на самом деле, чем это, шмотки вот эти вот все. Просто и все, я не знаю, мне вот это понравилось. И плюс еще она похожа на Disciples и Героя. Это мои, наверное, самые первые игры, в которые я играл в онлайн. Ой, в онлайн. Это стратегии вообще. Ну, я так понимаю, вопрос тебе нет смысла второй задавать, чем она тебе заинтересовала. Уже ты, в принципе, ответил на этот вопрос. Я просто открыто сразу ответил. Ну да, да, да. Да ничего. Твои вообще первые достижения в игре, если ты их вообще помнишь, конечно же. Первые достижения в игре? Выпало ведро. Ведро, помню, я не радовался этому особо на самом деле. Мне потом говорили, блин, как же тебе повезло. Я не представлял, как мне повезло на самом деле, что мне ведро выпало. Оно, кстати, из самых первых выпало ведро. Но мне сначала выпало, по-моему, Орочи выпало. Ну, потом ведро. Да, что-то типа того. И это, я ему все скиллы прокачал. Мне сказали, что оно хорошее. Я ему взял и прокачал все скиллы. Только не знаю, зачем. Сейчас, если выпадет ведро без скиллов, я, наверное, на него все переодену, чтобы он первым скиллом чаще сходил. А с этого я хочу проэкспериментировать, одеть его что-нибудь в рейндж какой-нибудь и посмотреть, как он в дамаг будет выдавать вообще. Можно. Рейндж, говорит, атаку, посмотреть вообще. Либо просто скорость может одеть. Да, ему... Ну, я думаю, не сильно много-то и надо, чтобы это выдавал он там хороший дамаг. Я вот этот брал у кого-то уже в таких рунах, типа таких же. Мне понравилось, в принципе. Он не такой неплохой дамаг выдавал даже. А второе вообще двадцаточку там нормально выдавал. Кость, смотрю твоих мобов, и, так скажем, вопрос у меня назрел такой банально простой. На каком уровне у тебя выпала первая первородка? Но я вижу, у тебя их то ли нет, то ли я не доглядываю на этом аккаунте. Ниже. Ниже, да? Ага. Куда-куда-куда еще? Наверное. Или я ее убрал отсюда. На складе лежит. У меня всего лишь одна первородка, она выпала у меня спустя полтора года. Спустя полтора года, ё-о-о. Я еще жалуюсь, блин. Спустя полтора года выпала, и самое интересное, как она выпала. Камила. Камила, да? Да. Самое интересное, как она выпала. Это было раннее утро. Выходной у меня был. Я проснулся, как всегда просыпаюсь, у меня лежит рядом со мной планшет. Сколько по истории? Включенный, включенный планшет рядом со мной лежит. И думаю, блин, у меня же вчера ситок один выпал. Дай-ка я его открою. Ну и открыл его, и там звездочки такие, звездочки, звездочки, звездочки. Думаю, да ну нафиг, одного свитка. Пятизвездочный точно не может выпать. А если в четырехзвездочный, то какой-нибудь обычно как шлак у меня выпадает. Я еще что-нибудь. Просил этот планшет, пошел мыться. Прихожу, а там валькирия, у меня дыхание перехватит. Я уже думаю, может скорую позвонить, что ли спросить, что делать в этих случаях. Может день рождения в этот день был, да? Ком-то вас решил поздравить, как меня. Да, да, я не знаю, с чем это случилось. Ну, это я где-то примерно сейчас скажу, когда это было. Наверное, с месяца назад, может с полтора где-то месяца. Где-то вот так вот. Я говорю, я просто это... У меня адреналин выбросился. Я даже не знаю, как это объяснить просто. Выброс адреналин произошел. Я сижу, у меня так вот все уколотит. Прям как будто чашкой две, наверное, кофе выпил самого крепкого. И сижу, у меня такие пешки, такой думаю, да ну нафиг. Ожидание полтора года, я столько эмоций. Да, верю, уже не особо чего хотел. Да, такой еще вопросик по игре. Скажи, откуда в дальнейшем ты стал черпать информацию? Ну, общался, не знаю, может в чате где-то. Люди какие-то хорошие попадались. Так, какой-то там сайт был, я не помню, ISO или ISO, что-то такое там. О, знакомый сайт, да. Я там что-то такое почитал, почитал, вроде бы что-то понравилось, поставил, вроде бы действует, функциклирует. Ну, этот сайт постоянно загонял, то работал, то не работал. Он потом переделывался, он там что-то там, как-то все переделывался, и потом опять все это затормозилось у него там все. По-моему, сейчас даже не работает. Да, я про что говорю, что по-моему, сейчас он даже не работает. А потом, в то время, я уже в клан вступил. Я уже не помню, как он называется, что-то там, Russian, что-то такое там было вроде. Вот, ну и там я сидел, там были пару человек грамотных в этой игре, они подсказывали. Кстати, они же мне и подсказали прокачать вот этого Тагаруса. Это хорошая контра Люшена была в то время, мне Люшен вообще тогда напрягал на арене в то время. Я от злости прокачал этого Тагаруса. Действительно, мне понравилось, он против Люшена действительно хороший канал. Так, следующий такой, какой бы тебе вопрос задать. Твой самый, наверное, глупый поступок в игре, да. Есть ли такое что-то, не знаю, может и первородку скормил, но это вряд ли. Сейчас я скажу свой глупый поступок. Так, скормил пирата воды, Ориона, русалку огня. Ого, у тебя хороший список. Ищи кого-то, не помню. Надо вспоминать кого-то еще, еще кого-то я скормил, да. Ага, ну, то есть может... Четыре, четыре мобы я хороших скормил, да. Я понял, да, весело-весело. Да еще, я в принципе, что, не переживаю об этом, у меня и так нормальные мобы есть. Да еще выпадет, еще выпадет. Я говорю, что еще и выпадет, конечно. Много ли гильдии поменял за свою игру? Ну, это у меня вторая. Давно в ней? Да, давно. В месяцах, наверное, шесть-семь. Засел, как и я вижу, гильдии, да? Да, тоже действительно очень давно в гильдии. Такая не то, чтобы там... Ну, она просто общительная, мне нравятся общения. Согласен. Общительная, ну, сейчас в данный момент у меня времени вообще особо такого нету. Я сейчас, ну, там, редко очень напишу. Привет, привет, там, хорошего дня, настроения, все такое пожелаешь, там, общаешься с ними, все. А так, в принципе, мне нравится гильдия, там, люди... То есть, симпатизируют мне общительные, то есть, можно к ним тянуться, как говорится, как к лучи солнца. Расскажи про свой максимальный рейтинг в игре на арене. На арене? Да. Ну, голду набивал, да, с мыслом не туда лезть, я не вижу. Ну, то есть голда? Да, одну голду набил как-то, и я что-то даже не устоял там. Да и не стремился туда. Я вижу, что у меня это... В любом случае, людям будет интересно послушать, поэтому и задаю. Там это... На арене можно там, конечно, это... Времени много было бы, у них отнимают арены, если честно. Я сижу на стиле. Поэтому... Что-то знакомое, да? Я вообще, на самом деле, честно, начал играть конкретно в эту игру месяцев в шестниках. То есть, до этого я так просто заходил, энергию сливал, общался вконтакте, там, ой, вконтакте, в чатах общался, там, То есть, на 888-ой... Ну, 888-ой... 444-ой, мне он не нравится, они там это... Слишком советует Тунно. Куда тратишь очки из арены и ГВ? Мм, очки из арены... Так... Ну, с ГВ я коплю, вот сейчас там можешь посмотреть, у меня на каунте, там... Эфрит тут набираю, второго сейчас уже перебиваю. Кого ждешь? Хочу с Орионы и Акмамыра. У меня уже все есть эфриты, кроме светлостей и ветра. Ну, и этого, огненного. Хочу огненного. Огненный, я думаю, мне это для... Для башни Харда понадобится. Я не могу с жутанами бороться. Вряд ли он тебе-то понадобится, серьезно. Лучше выбирать какой-то контроль. Я контроль выбираю, и мне просто по дамагу они выносят. Ну, вместо ведра возьми, допустим, Бернарда. Он компенсирует эту разницу и не будет критовать. На 66-м я тогда остановился Харди. Да, я помню эти, это же Жултан был и Йети там были. Ой, четыре Йети и Жултан, да, по-моему. Такой тяжеленький этаж. Да, тоже не с первого раза я прошел. Мне только Макаром его не побеждал. В общем, как и хотел только не победить, так и не получилось. У него все дело. Костя, я понял, что быстрее он нужен. Костя, назови своего самого любимого моба в игре. Тяжело сказать, какой ты самый любимый моб. Они здесь все полезны, если знать, как им играть. Ну, какой-то любимый чему-то есть, да, возможно. А вот этот, который по всем выпит, не разбираюсь. Тессарион. Тессарион? Да, наверное, Тессарион. Хотя, у меня два любимых моба. Это вот красный эфрит и его, это и водный эфрит. То есть эфритики. Да, эфритики. Вот эти вот еще у меня, да. Голубой, рыжий. Да, я понял. По твоему мнению, какая в игре самая бесполезная первородка? Ну, вот так вот, да, вот такой вот вопрос. Ну, вот ты считаешь, твое мнение, сугубо твое мнение, да. Я уверен, что комментариев будет много по этому поводу, но все же. Что там, они какие-то вообще есть бесполезные пятеродки у нас. Я даже не знаю, ну, которых берут, там, они просто так болтаются, я даже не помню. Какие так, сейчас просто так не скажешь. Если честно, я с пятеродками вообще не знаком, я даже не читал про них ничего. Я на них это не рассчитываю, я больше про четырехзвездочные не знаю и про трехзвездочные. Я, значит, на пятизвездочные не рассчитываю, может, поэтому они мне не выпадают так часто. А так, бесполезные пятизвездочные, я думаю, которые меньше всего там будет полезен. Там какой-то есть же один, я вот не помню. Пионер Света, ну, это мое мнение. Да, 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 пионер Света, кстати, да, вот. Абсолютно бесполезная тварь. Бесполезная, да. Я вот, если честно, встречал на таких вот, на ГВ встречал, на арене встречал, я вообще не понимаю, зачем они их вообще качали. Те же, смотри, Танцовщицы, да, Свет и Тьма, они же Первородки считаются. Да. А на деле реально бред, потому что та же Часунка четырехзвездочная в десятки раз лучше. Все верно. По скиллам они отличаются, но все равно лучше. Ладно, раз мы заговорили о Первородках, назови, о Первородках, назови своих три самых, ну, таких вот желаемых Первородок, которые ты бы хотел бы в игре получить. Ну, вот, помечтаем, да. Это Зайрос, сто процентов, Праха и на ком еще можно ставиться. Ну, можно, кстати, еще остановиться какой-нибудь ДД хорошим мне не нужен. Это что у нас, я не знаю. Кстати, вот Обезьяны неплохие. Там мне, в принципе, все нравятся Обезьяны. Да, Обезьянки хорошие. Я бы, кстати, один раз как-то напал на Обезьяну, Огненную, по-моему, что ли. Вот, если бы не Слон, ну, Мамонт, вот он, Тальк, который, я бы проиграл. Затанчил. Да, 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 он затанчивал. Кстати, я Агрил, все, я говорю, хорошая Контра Перни, тоже, Перна же тоже хороший дамаг наносит. Да. Игрываю, Слоном тоже вот ходишь, я вот заметил, что просто в Перне тоже хороший Слоник этот, вот, на ГВ мне помогает тоже. Я, в принципе, не пожалел, что, блин, дверь хлопнула сквозняком, испугался. Кто-то ходит, да, пока ты развариваешь? Такой, даже немножко личный вопрос по игре, назовем так, донатил ли ты в игру? То есть, вкладывал ли деньги? Зачем? То есть, нет, да? Я же для удовольствия играю. Когда, как там, когда искусство начинает работать ради денег, это не искусство. Верно, верно. Хорошо, твой самый запоминающийся момент в игре, я не знаю, ты там ликовал, радовался, может, наоборот, самый запоминающийся, это не всегда веселее. Ну, ты в самом начале практически уже сказал, вот, когда это пятизвездочный монстр выпал. Вот это, да. Я до сих пор это вспоминаю, как у меня это, как его мандраж, и у меня, по-моему, даже голова разболелась, я помню, такой адреналин выброса был. Не знал даже, чем это остановить. Давай поговорим о башне, твой максимальный прогресс там, то есть, нормал и хард, куда ты набирался. Нормал, прохожу. То есть, без проблем сейчас уже для тебя это легко. Месяц прохожу, да. Да я вообще, как это, раньше играл, это на авто все, на авто, я не хотел руками играть. Доходил на авто до 50-го, там, оказывается, руками надо, там опять авто все идет. Ну, я не заморачивался по этому поводу. Всегда играл авто, 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 авто. Потом я смотрю с тем, кем я в плане. Они говорят, я, говорит, башню прошел сотню. Я спрашиваю, кем. Тем-то, 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 тем-то. Я захожу, смотрю у него этих, и смотрю, они же меня не хуже, такие же монстры, как у нее, в принципе. Думаю, что делать. Дай-ка попробую ручками поиграть. Ну, и начал ручками играть. И действительно, я прошел башню сотню. Да, действительно. Как-то так. Не всегда бы вырезают то, что хотел бы. Тут я согласен, да. Человек говорил, что я смотрю, хоп, башню сотню пошел. Думаю, блин. Может, на хард в парах переключаться. Ну, вот, а хард я вот максимально 66-й доходил. И там вот меня вот Жолтан и вот два Йети темных, они меня это, в общем, заганнибали. Любят, да, любят тебя, да. Я по-моему, вообще, они тут отнимают все вот это вот пассивкой своей. Да, еще и ходят быстро за счет того, что бьешь этих Йети кидает, Йети ки ужасные. Есть, по-моему, там еще и отражалку кидают же что-то. Да, да, по-моему. Не, он сам по себе отражает пассивки, но, по-моему, процентов 10. Что-то какую-то фигню там тоже что-то кидают, я уже не помню. Замедление, да, он кидает. Ну, короче, он больно бьет вторым скиллом. По поводу свитков кость, ты их копишь или вот появился и сразу вызываешь? Нет. Как чаще поступаешь? Выживаете что? То есть сразу, да, он появился? Раньше, да, появилась, вызываю, появилась, вызываю. Сейчас вот можешь зайти, посмотреть, сколько у меня там легендарки, наверное, штуки 2. И даже уже, наверное... О, так мы тебе сейчас взорвем свитки? Не-не-не, потом как-то, народ, да, в следующем выпуске. Вот. Так, да, сейчас посмотрим, что у тебя... Блин, три леги. Ох, у меня аж чешутся пальчики в свиток. А это у тебя, наверное, остались еще с этих, да? Севента. Да-да, там у меня там много чего осталось. Не открытого еще. Да мне монстры не нужны просто-напросто. Что-то, походу, делал мне там это, окошечком. За камни, кстати, что ждешь? За камни? Ну вот, как-то это открывал. Мне нужна была Аран для того, чтобы, то есть, Сигмарусы сделать. Я вот за камни открыл. Кстати, за 5 вызовов она мне выпала, как я захотел. Я бы повезла, поэтому, да, я больше сейчас коплю. Коплю на... Так, чем побольше накоплю, тем лучше. А потом посмотрю, кто мне нужен к тому времени. Может, уже кто-нибудь и выпадет. Не знаю. Ну так, вообще, я говорю, прах уже хотелось бы. Зайроса. Вот, кстати, этого... Так, там, дракончика тоже хотелось бы. И... Ветреного тоже неплохой, мне нравится. Джаммера? Да, Джаммерчик. Народ. Мне подканал бы тоже для этого... Ну, я видел, на ГВ он хорошо откатывается, и скиллы вот этого дела мне понравилось. Это у кого-то я там еще тоже американских стримеров смотрел, тоже понравилось это дело. Да, и для башни он тоже не... Короче, он везде хороший. Хороший персонаж. Хотя и, в принципе, однокнопочный от него польза, только от третьего скилла и лидерки, и все. Да, 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 и лидерка. У меня лидерки нету хорошей. У меня что для гиганта, лидерки хорошей нету. На скорость, да? Ну, на скорость. Что как это... Вообще, для арены тоже лидерки вот только есть это суккуб воды. И все. Что бы ты хотел увидеть в дальнейших обновлениях игры? Вот так. Ну, твои пожелания. В игре... Да что-нибудь такое... Неразно... Это... Неразнообразие мне вот это раздражает, если честно. Они и винты, если на самом деле похожи, идентичные. Просто добывать это по-разному. Хотя, если начинаешь разбираться, то и добывать то же самое делать надо. Что-нибудь, я не знаю, другое бы придумали уже, что ли. Печеньки, шоколадки, конфетки, тортики. Да, да, да. Одно и то же, по сути дела. Тут я полностью согласен. И хочу... У меня пожелания такие... На десятом драконе, гиганте и некрополисе. Они бы взяли и убрали бы, чтобы простые свитки не падали. Они простые свитки уже нафиг не нужны на этих лайл-левелах. Согласен. Либо, знаешь, еще какой вариант? Вот мне часто уже говорят на стриме. Если было бы какое-то вот такое предложение, действительно действенное. Смотри, если бы менялись 100 неизвестных свитков на один мистик. Уже народ был бы рад. Согласен. Хотя бы, хоть так. Либо их убрать вообще с Б-10. Ну, действительно. Зачем топам эти свитки? Ну, это полный бред. Ну, охренеть. Если кому нужен корм, он пойдет, там его где-то добудет. С другой стороны, я до сих пор эти неизвестные свитки открываю. Если мне нужен корм, ну, это понятно. Ну, лучше падали бы роды. Понятное дело. Потому что монстры... У меня вот уже 3000 этих свитков было, в общем. Я даже не знаю, что с ними делать. Ну, вот. Поэтому... Можно солить. Дела такие, да. Жалко, что это... Соли столько нету. Отойдем немножко именно от процесса игры. Что тебя вдохновило вообще начать снимать видео, там, стримы делать и тому подобное? Наверное, твои стримы вдохновили. Даже мои? Да, я такой смотрю, думаю, я же то же самое могу делать. Просто это какого... Не подходил... Ну, в общем, не смотрел с другой точки на это все. То есть, как бы, можно удовольствие получать от этой игры. Можно еще и показывать, как ты это все демонстрируешь. То есть, на экране показывать. Ну... Что мотивирует тебя? Как ты это... Снимать, это? Снимать. Да, общение вообще. Я же один живу. Реклама для девушек. Он уже и адрес фактически дал, так что. Так что задумайтесь. Общение, общение. Вот скучно. Не знаю. Если бы была бы, может, супруга, может быть, я не снимал бы это все. Она пилила бы и сказала бы. Ага. Ну, короче, занимался бы другими делами, я понял, да. Возможно, это я бы вообще... Или, заметили, снимал бы другие просто видео. Да, да, да. Или бы вообще в этом времени не играл. Да, да. Раз заговорили об этом, каких еще там стримеров, там, обзорщиков этой игры, вообще, кого знаешь? Ну, так скажем, таких известных людей. Потому что я их много знаю, я вот только знаю UDCB, я вот его смотрел, как он, блин, когда его смотришь эти видео, он такой эмоциональный вообще. Как-то он еще и так, там, действительно, говорит, you motherfucking me, play. Fucking game, fucking room, блин. Да, да, да. Ну, fucking... Это вообще прикольно, там. Я вот смотрел, как-то, за недавно он, это... И Нугаймью, там, брал в это... На ГВшечку. О, он его любит, блин. Он почти любит его, да. Он, кстати, да, у него Нугаймью, там, хороший, не спорю. Проквайленд, проквайленд. как он ты в этот валент виолент прок и блин но пропален думаю мое как он это реальности рассчитывается постоянно игру всех мумов я лент поставил и рассчитывал он был каждого отделом скоро на и хлою оденет виолет на самом деле до топовый сет в игре и все надеются на этот виолет и сирию знаю но его больше всего смотрел и еще я вот не знаю а рита это кто как он выглядит помню в шапке такой не он и ритмение это шизофреник шарш из наушники когда типа моих зеленых как у меня у меня есть такие же тоже вот они лежат только они у меня это от сибирского мороза потрескались это знакомая у меня вот тут амбушюры внизу трескаются и вот здесь вот чашки тоже полностью отрезкались вот на р.р. это как на рейзер видишь отрезка сериях в минус 30 отдела на улице послушал некачественная кожа в общем зонте уже сам так хорошо отойдем немножко от игры чем вообще ну так скажем не скромно и уже пошли вопросы чем занимаешься по жизни по жизни только не говори алкоголик это алкоголь я не употребляю вообще я уже четыре года не пью и также не курю в принципе где-то работаю чем занимаюсь в свое удовольствие ну для меня вообще вся работа это хобби не заработок денег хобби а за хобби деньги платят это и есть небольшое счастье то есть люди когда просыпается на работу и туда не блин опять не хочу я туда прихожу на на работе сижу довольны радуясь они мастерицы есть я работаю на железной дороге в общем молотком верчу над головой время на работе есть поиграть да если что на беде я мне вообще с собой планшет беру в карман я драконы или этого гиганал он и играю мне мастер же фига расти эту игру прости ты что пожелаешь разработчиками игры разработчикам пожелают то чтобы они больше слушали пожелания стримеров что что тут не так это я вот уже говорил про эти свитки на харде когда уже играешь на высоких лавала найти 10 драконы гигант убрали бы согласен хоть даже не надо повышать шанс дропа рун просто уберите свитки все просто все пускай падают действительно девятом на восьмом вот десятый просто пускай даже пускай немножко согласен пускай они даже будут падать на этих там но не знаю как и стихийных данжах пускай даже там падают но блин там где должны падать руны они так сейчас не падают не знаю те кто успел так скажем полгода назад на фармить он эти руны и усиливает улучшает а сейчас неделю форме что получить одну какую-то более-менее хорошую руну бред по моему какой-то вообще как считаешь если будущее у нашего русского комьюнити это вопрос такой который можно еще обсуждать и обсуждать но если вкратце дата нас это не все играет так как думаю что они придут да вот эту игру допустим взять эту игру там я вот в чате я помню когда я начинал играть в чате постоянно кто проходит там б 9 до 8 там пожалуйста добавьтесь я там пройду они проходят все у них интерес пропало и они забрасывают эту игру то есть человек который зашел в игру играть он соответственно должен узнать что это играет ну я не знаю как правильно это все сказать объяснить столько много в голове мысли а как правильно преподать преподнести то все не знаю в общем неправильно люди начинают изначально играть поэтому них про это и пропадает согласие вот 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 что я хочу сказать что прежде чем какую-то игру играть вообще ну это то же самое как это сначала надо научиться ходить как родился человек да он же сразу начинает писать лап ходить начинает потому что потихонечку узнает также в этой игре то есть маховик нужно раз это раскручивать с малого то есть узнать для чего эти руны что нужны для игре там кто лучше всего в этой игре там закате то есть посмотреть какие-то видео обзоры людей которые уже играют хотя бы как минимум я просто про данную игру игру говорю они по остальные игры они не затрагивают там там еще больше болото может быть чем здесь потому что всякие у меня эти игра зацепила тем то что здесь это именно сам играешь такие же подобные игры есть на андроиде но там все играется автоматически да и максимум таргетом полностью согласен данному опытом да и в это время надо еще успеть нажать на этот скил чтобы он этим скилом ударил здесь такого нет здесь полностью зависит от человека уникальная игра конечно если в проки виоленты это не человек туда того там уже нужно покупать премиум аккаунт да там что на арене что на гв меня эти проки виоленты мне это я промыто сижу играю это иногда это слюнями так что если сидишь и сидишь нет все уже из ушей дым лезет думаешь да как так у меня мог больше чем у него я вижу что я по нему больше чем он по мне то есть он меня просто тупо за контроли вот все я вот сижу в этом контроле контроль потерял и то есть если кто то у меня вырывается виолент то есть если бы виолент вырвался я бы подкидывал и то же самое бы сделал бы но у меня просто проконтроли в этом в какие-то моменты бывает четыре раза походит у него виолент у меня ни разу любому боссу тебя четыре раза и все здесь все умер да да эта тема такая предсказуемо так все а бывают вообще встречи встретиться встречи две пачки в обоих у всех я ленту этих пачек и все это можно авто ставить и пошел кушать там завтракал обеду все они мучатся мучиться это я не знаю это личная игра я вообще не представляю арену да там онлайн хотят сделать мне даже не представляю мне кажется на вообще личные бои мне там 30 секунд находит на ход дается но тоже а если ходить в двадцать девятую секунду ты прикинь как можно маринадить кого-то о я вспоминаю такие игры как бойцовский клуб может играл бка там на это подобные игры браузерки короче там тоже было какое-то время это мои первые онлайн игры в моих там лет 10 или 11 я не помню во сколько это добрался до компьютера так хорошо кость ну и последний такой вопрос банальные глобальные по игре как ты относишься к рандому в этой игре да я уже понимаю очень хорошо позитивно ты рад смотрел эту игру комментарии этой игры и там было написано такой комментарий очень красиво в google маркете да там было написано дорогой конкурс ставлю вам троечку ну извините такой рандом на рандоме да выбрал троечку поставим так ну хорошо и будем заканчивать на этом передавай приветы говорить то что хотел что не успел сказать я не передаю тем кто меня смотрит кто меня будет смотреть и подписывайтесь тоже на мой канал я я вот не знаю со стримами я как нибудь разберусь я буду вести стримы еще тоже мне сейчас просто с компьютером у меня болеет я не хочу включить надо синий экранчик когда в больницу что бесплатно лечили я буду стримить я на следующей неделе постараюсь посетить за выходные за праздники числа первого второго так что жду вас на моем канале так привет передаю всем друзьям родственникам всем кому нравится гильдии я думаю как там у вас вольфс рейн привет гильдии кстати хорошая гильдия меня очень нравится если что хотите приходите там об смотрим может нужны у нас в принципе места есть я так понимаю у вас тоже девушка глава у нас глава девушка джулия так ее зовут джулета я понял у нас тоже матриархат полнейший правит правит женская рука но я рад что такое матриархат это когда муж забирает детей и уходит к маме согласен много знак знакомых имен на самом деле в чате иногда замечаю людей этих да хорошо а я от себя добавлю действительно народ посещайте стримы как можно чаще заходите на twitch там не только там мои стримы не только костины стримы там много стримов даже вы можете посмотреть какой-то посмотреть какой-то англоязычный даст 3 подписывайтесь на канал и добавляйтесь друзья общаетесь вызывайте лучших своих монстров всем удачи пока и до следующих видео пока 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 пока